привет дорогие мои это снова германа черногории продолжаем серию роликов я в машине разговариваю с вами на самом деле этот ролик записан позже гораздо позже чем первое правило инвестора в черногории я услышал ваши комменты ваши просьбы вот и меня кстати очень многие люди поблагодарили за этот ролик потому что я говорю правду вот потому что я не продаю недвижимость так вот о чем о чем мы сегодня сегодня у нас первое правило покупки недвижимости в черногорию смотрите это видео до конца и вы узнаете не только правила покупки недвижимости в черногории но и скандальном законопроекте согласно которому государство черногория сможет конфисковать имущество стоимость которого превышает 50 тысяч евро как такое возможно смотрите далее как вы знаете вы те кто смотрите хорошо мой канал первое правило покупки недвижимости в черногории не покупайте недвижимость черногории Но это не точно. Не покупайте недвижимость в Черногории опрометчиво. То есть вы должны разумно, рассудительно это все сделать. Вы должны пожить в Черногории, вы должны пожить в разных городах, вы должны пожить в доме, вы должны пожить в квартире. Вы можете пожить даже в палатке, хотя это такое себе развлечение, я вам не советую. Хотя есть разные альтернативно отдаленные люди, которые любят в палатках жить. Шутка, не обижайтесь. Вот, значит для начала вы должны понять, что вы хотите. Вы хотите дом, вы хотите участок, ну про участок мы говорили в другом ролике. Либо вы хотите квартиру, то есть это накладывает определенные ограничения. Дом, он скорее всего чаще всего будет дороже. Потому что почему? Потому что дом включает в себя и участок, и жилье. То есть это значит, ну как минимум будет чуть-чуть подороже, скорее всего. Но опять же, если вы покупаете квартиру в Порто-Нове, то мое почтение, вы большой молодец. Вы хорошо подготовились, хорошо поработали. Что такое дом? Дом в России, например, дом все боятся. Потому что дом это опасность. То, что могут трубы переморозиться, там или ограбить вандалы, или там караваны ваши ограбят какие-нибудь. Нет. Но в Черногории, слава богу, с этим полегче. Если мы говорим о побережье, трубы у вас не перемерзнут. И в принципе, по большому счету, по дому, как владелец дома, я скажу, что это не очень сложно. Ну, есть, конечно, какие-то геморрои, да. Там сосед может вам какую-нибудь трубу поломать, или перекопать вам кабель, и у вас отвалится интернет, телефон, электричество и все остальное. Но это редкость. Это редкость. Это вот, допустим, за 15 лет один раз. Дом, да, есть некоторые напряги с ним, но все-таки это не так, как в России. Здесь дом содержать достаточно несложно. Вот. Ну, 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 но можно. Сложно, но можно, но несложно. Что мы делаем? Вы решились, вы, наконец-то, пожили. Вы решили, покупаете ли вы дом или квартиру. Для начала что? Если вас не забланили на гугле и в Яндексе, идете и пишете «Недвижимость Черногории». Хотя нет, подождите, это второй шаг. Первый шаг – это реалитика.ком. Вы идете на реалитику. К сожалению, ребята, у нас нету Циана, у нас нету Авито, у нас нету нифига в Черногории. У нас есть реалитика.ком. Вы, значит, идете туда и понимаете, что там полная жопа, там ничего нет, но там что-то есть. Вот. Причем даже иногда есть от владельцев, хотя много от риэлторов. Что я хочу сказать риэлторам? Риэлторы, солнышки, я вас люблю и целую. Надеюсь, вы меня не убьете когда-нибудь за то, что я, правда, матку тут вещаю. Короче, честно скажу, честно скажу, никого не смогу вам порекомендовать из риэлторов. Почему? Потому что за это можно быть наказанным, да, то есть я вам порекомендую, вы потом купите, а что-то пойдет не так. И вы скажете, Герман, вы мне плохого риэлтора порекомендовали, поэтому не рекомендую я риэлторов, хотя верьте мне, они есть хорошие, они есть. Есть и хорошие черногорские риэлторы, есть и хорошие русские риэлторы, украинские и так далее, и так далее. Они есть. но доверяй но проверяй конечно же перед тем как обратиться к риэлтору почитайте об этом человеке в соцсетях подпишитесь на его уведомления в инстаграме фейсбуке почитайте комментарии под его постами вот можете даже зайти в какие-нибудь грабли спросите о нем вот и тогда обращаться к нему поспрашивать у соседей у знакомых все-таки все-таки я думаю что риэлтор нужен честно как не закидывайте меня там этими саными тряпками почему потому что скорее всего человек который который сам знает что он хочет купить он это купит вот а тот который не знает он хочет купить и что что хорошее купить ему нужна помощь риэлтора значит так вы приходите к риэлтору проверяйте риэлтора как мы уже обсуждали все и приходите и рассказывайте свои пожелания наверное я понимаю что риэлторы закидают меня опять же саными тряпками наверное все таки нужно 23 риэлтора потому что ну по одному точно рынок вы не поймете надо хотя бы 23 и найдете вы конечно же по запросу недвижимость черногории в яндексе и в гугле приходите рассказывайте смотрите как себя ведет человек как что он если он вам там начинает впаривать какую-то дичь там и самое главное никогда не ведитесь на вот это все этот объект уходит завтра завтра все тут 10 человек за него в очереди стоят ребята это все сразу наедалово конкретно это чего-то что-то вам в паре хотят поспешность только в лове в ловле блох нужно да то есть недвижимость покупка недвижимости это не торопливое все действие никуда не торопитесь если горячий объект и он вот уйдет уйдет да и хрен с ним вот уйдет и уйдет покупайте проверив все документы значит обязательно иметь юристов можете найдет меня если герцог нови ну и в принципе удаленную тоже могу оказать поддержку обязательно иметь юриста обязательно поговорить с нотариусом очень подробно спросить его про все моменты которые вам непонятны не стесняйтесь задавать вопросы я понимаю что нотариусы слава богу меня не смотрят и они мне не смогут людей ставить я надеюсь вот и судебные переводчики наверное может быть кто-нибудь меня не смотрит не стесняйтесь задавать неудобные вопросы неудобные вопросы это всегда хорошо то есть вы задали этот вопрос и что мы делаем что что вы должны понимать о документах на недвижимость если это дом и или квартира у него конечно же обязательно должен быть лист непокретности это выписка из кадастра да вот вы открываете вы смотрите кто владелец кто владелец земли если привязка к адресу это новая фишка но теоретически она уже уже наверно на новых листах уже будут вписывать улице потому что как вы помните у нас герцог нови уже сделали улице кстати я сейчас стою в теньке для того чтобы не жарко было потому что кондей нету выключил я двигатель друга суши чипанского есть оказывается улице я только что узнал вот есть проросу чипанской если к это уже и друга суши чипанского так вот вы смотрите в листе значит кадастр кадастровую порцелу то есть номер участка смотрите кто владелец и самое 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 для вас важно это территы и ограничения это обременение которое связано с этим объектом вы открываете и смотрите если их нет это хорошо если они есть это плохо вот если их нет то это не факт что их нету не могут появиться и и для этого вам нужен юрист нотариус и хороший риэлтор для того чтобы они все проверили и знали что к этому объекту не должно появиться каких-то территов и ограничений так вот есть куча всяких разных вариантов ограничений право проезда ипотека долги суды вот но чаще всего вас должно волновать это нема градувинтскую дозволу и нему употребную до золо если мнимагрensen sağ за свою то есть несколько решения на строительство это самое грустное это вообще плохо это значит что либо вообще дом построен не по проекту либо построен по проекту но неправильно что он не соответствует проекту либо неоплаченное решение на строительство это грустно проверяйте с владельцем спрашивайте у него спрашивайте проект спрашивайте документы спрашивайте оплату и так далее но я бы не стал покупать сразу такой объект нему употребно дозвола это значит не введен в эксплуатацию тоже не очень хорошее дело и потому что напоминаю без градю минской дозволы вы платите по моему я могу ошибаться но в двойной налог в год или на 50 процентов больше налогу в год поэтому наверно не стоит и нему потребную дозу то есть воду эксплуатацию тоже по моему там что-то налог побольше поэтому как вы понимаете не стоит такое покупать далее вы посмотрели на все эти терреты и поняли что вроде как все хорошо значит если дом новый относительно новый то конечно же попросите у застройщика или девелопера до который строил дом посмотреть все таки проект вот проект на самом деле он есть в цифровом виде и увесит он ну я не знаю мегабайт двадцать тридцать наверно плюс-минус его вы могут там чуть ли даже не по почте отправить архивом или на флешки дать посмотрите проект посмотрите соответствует ли проект тому построенного вот и нравится вам это или нет и так далее вот это это не сложно также желательно посмотреть град efecto дозу также желательно посмотреть технические условия но это необязательно но желательно и также желательно посмотреть употребны дозу вот то есть вот в эксплуатацию если я ничего не забыл наверное это все вот ну как это кушать и вкусно кушайте много покупать и недвижимость немного покупайте и очень осторожно экстренное включение так сказать я немножечко в шоке я немножко в шоке от правительства нового черногории от даритана абазовича это какая-то дичь творится из честно в общем проект закона о том что если у вас недвижимость дороже 50 тысяч евро типа нужно быть осторожным потому что вы в пухле и вы должны будете доказать что ваша недвижимость является законно купленная на законные деньги на самом деле я немножко вам расскажу момент такой есть такой базовый принцип основополагающие то презумпция невиновности называется то есть до того момента пока не не доказана твоя вина ты являешься невиновным а этот закон по сути он противоречит этому принципу потому что ты должен доказать что у тебя деньги которые за которые ты купил недвижимость легальны то есть но ребята окей у вас для этого есть банковская система которая и так вообще максимально сумасшедшая из совершенно непродуманная да то есть которая вообще вам не дает нормально платить налоги допустим те же покеристы те же инвесторы в ценные бумаги в крипту и так далее хотят платить и ну насколько я знаю только подгорица вроде как-то там люди умудрились нормально платить и 9 процентов а в том же герцог нове это целая проблема или там буду вот то есть на самом деле этот закон это какой-то ну охота на видим ребят это я понимаю что скорее всего они сейчас хотят его поскольку новое правительство пришло к власти и они хотят крови вот и они хотят отобрать все у ребят которые были до них вот но страшно то что а когда закончится в какой момент закончится когда закончится хищники могут перейти на травоярных а это как-то не очень вот поэтому я надеюсь что все-таки закон не примут его должны рассмотреть в скупщине до 31 декабря насколько я понимаю надеюсь что все-таки люди адекватные и его все-таки не примут то что многие уже называют атакой на частную собственность вице-премьер длита набазович считает амбициозным планом по борьбе с коррупцией и мафии и по всей видимости власти черногории действительно не слышали о правом принципе презумпция невиновности поскольку согласно законопроекту если у властей возникнет подозрение что вы приобрели жилье яхту или автомобиль стоимостью более 50 тысяч евро на средстве незаконного происхождения то на время судебного разбирательства ваше имущество будет заморожено владеете чем-то дороже 50 тысяч евро поздравляем вы под подозрением я надеюсь что я вам помог этим роликом задавайте вопросы пишите комментарии всегда буду рад вам помочь да и подписывайся на канал германа черногории ставим колокольчики и лайки и вот всячески меня поддерживаем и соц сетях тоже делимся обязательно целую